книга открытым оком том 7 вопрос 1857 тема царь император александр третий высказал мысль что у россии нет друзей кроме своих вооруженных сил а у православных если друзья в других исповеданиях отвечает игнарий тихонович лапкин не ручаюсь за точность мысли царя может это ему только приписывают но вот относительно православных можно сказать что не другов мы плодили сами себе своим бездействием что не шли в мир с проповедью а провозгласили удаление от мира бисердества и равно ангельское молчальничество превыше слова божие нужно уметь пользоваться всем что накоплено другими что полезно для нас первое послание коринфянам 6 глава 12 и 23 стихи все мне позволительно но не все полезно все мне позволительно но ничто не должно обладать мною все мне позволительно но не все назидает житие антония великого память 17 января цитата в александре был обычай входить в свои капище с пальмами ветвями в руках и ариане желая привлечь их на помощь себе против православных из подражания им также стали ходить с ветвями в свои храмы согласившись совместно действовать против православной христианской веры они и стали подражать друг другу в обычаях ариане язычникам а язычники ариана житие святого аполинария память 23 июля и уверовали во христа трибун с женою своей с детьми и со всеми домашними и многие из бывших там язычников веровали и крестились с этого времени святой аполинарий стал иметь пребывание в городе в доме трибуна по и повседневно приходило к нему множество людей он тайно учил их веровать во христа и крестил уверовавшие же отдавали своих детей святому для книжного учения и свидетели божии устроил в доме трибуна из одной комнаты церковь и совершал ней литургию и причащал верующих божественных тайн тела и крови христовых оставаясь там 12 лет рукоположил двух пресвятеров адерта и калакира и маркиана человека благороднейшего происхождения и философа левкания поставил диаконами и шесть человек клириками совершил с ними дневные и ночные моления славословие бога когда же число христиан умножилось и слух об имени и силе иисуса христа и его проповедники прошел в народе то не мог остаться в неизвестности человек божий и было о нем сообщено правителю города сатуре сатурни ну слава вам братья славян просветители церкви славянской святые отцы слава вам правды христовой учители слава вам грамоты нашей творцы будьте ж к славянству звеном единения братья святые мефодий кирилл да осенит его дух примирения вашей молитвой пред господом сил м гозенгейм